Вот все погнуто, поломано. Вот это мы уже с сыном приваривали на весы. Все это было выдрано, все вот здесь вот брошено. Эта дверь сейчас единственное напоминание о нападении на квартиру двух пенсионеров. Михаил Васильевич и Любовь Григорьевна живут в доме на парашютной 12 больше 10 лет. Зарегистрировано жилье не на них. Квадратные метры пришлось переписать на внучку после оформления опекунства, когда ее маму и папу лишили родительских прав. О том, что девушка за их спиной проворачивала финансовые схемы, говорят пенсионеры, даже не догадывались. Пока к ним на порог не пришли двое неизвестных мужчин. Внучка ваша заложила эту квартиру. Сразу же моя квартира, документы у меня все. Я тут в ту комнату поселю рабочих. В той комнате будут рабочие жить, в этой комнате будете вы жить. Несколько дней он нас так терроризировал, что это было караул. Оказалось, что внучка обратилась к частному инвестору, чтобы взять в долг почти 2 миллиона. Такую сумму девушки одобрили только под залог недвижимости. В офисе компании подписали договор. Пенсионеры говорят, долг внучка гасила исправно, но в апреле из-за проблем с работой не смогла внести нужную сумму. После этого перекупщики и пришли за своей квартирой. Внучка же собрала вещи и уехала жить в Москву, оставив свои проблемы на пожилых родственников-инвалидов. Нам деваться некуда, поддержки нет никакой. Это единственная квартира? Это единственная квартира. Я вот сижу, меня трясет, как и жену. Мокрый весь. Мне вообще... Ну, в общем... Сегодня мы связались с частным инвестором, с которым девушка сотрудничала. Он все обвинения отрицает и заявляет, что внучка пенсионеров сама захотела продать квартиру. По его словам, договор, как и полагается, зарегистрировали в Росреестре. И если бы что-то было незаконно, сделка бы не прошла. В самом кредитном кооперативе руководство на месте не оказалось. По словам работников, их директор сейчас отдыхает в другой стране. Сами сотрудники грозились вызвать полицию, а после заявили, что не имеют никакого отношения к компании. Вы сейчас... То есть вы тут не работаете? Я у меня здесь другая компания, за инвесторами. Вы с частными инвесторами работаете, с Кротовым? Нет, с Кротовым вообще не работаю. Я знаю, кто это. Да мы с ним не работаем. Он купил квартиру, у него пришел, закрыл займ. У нее был займ, у Харькова. Она продала квартиру, пришла, рассчиталась. Теперь она пытается, там что-то сама, аферистка пытается что-то сделать. Юрист семьи уже обратился с иском в суд. Он требует признать сделку незаконной. Говорит, шансы выиграть дело хоть и небольшие, но есть. Свою проверку проводят и в полиции. Пенсионеры обратились туда с заявлением о мошенничестве. Правозащитник говорит, сейчас компания поменяла название и переехала в другой офис. А пострадавших от таких брокеров может быть больше. Они в переговоре сказали, что на 9 мая было попроще эти проблематичные. Поэтому хотелось бы обратиться к гражданам Красноярска, кто пострадал от данных частных инвекторов, любых, обратиться либо в телеканал, либо ко мне лично, чтобы объединить данные дела и добиться возбуждения уголовного дела. Кто прав, а кто виноват в этой истории, предстоит разбираться правоохранителям. Другим же она может послужить уроком. Читайте, что подписывайте, чтобы в один момент не оказаться на улице, без жилья и средств существования. Елисей Савлюк, Эдуард Баглай, 7 канал.